Илон Маск вновь шокировал всех. Китайцы представили четвероногого робота-доставщика. Qualcomm создала эталонную платформу для легких, но производительных AR-очков. Уникальный катамаран-водомерка покоряет морскую стихию. Все это и многое другое прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Инстародинг Новости. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Илон Маск заявил, что готов отложить полет на Марс ради политической борьбы. По его словам, человечество поражено вирусом пробудившихся, из-за которого вся цивилизация находится под угрозой. Судя по всему, решение приобрести Твиттер и вернуть ему статус площадки для свободы слова – это часть политического плана Маска. Он заявил, что постепенно становится активным политиком, отвечая на вопросы своих подписчиков в Твиттере. Один из пользователей спросил предпринимателя. Вы пытаетесь отправить человечество на Марс и предупредить людей об опасности искусственного интеллекта? Зачем саботировать эти важные цели, ввязываясь в политические споры? В ответ Маск рассказал, что политика – это единственный способ добраться до Марса, потому что в противном случае вирус пробуждения уничтожит человечество. Также Маск пообещал научить электромобили Тесла обходиться без водителя к маю следующего года. Для главы компании Тесла смещение рубежа, появление полностью автономных с точки зрения управления электромобилей является привычным делом. Но неоднократные срывы первоначально упоминаемых сроков ничуть не смущают Илона Маска. И он с завидным упорством называет новую цель. На этот раз она привязана к маю 2023 года и базируется на высказываниях миллиардера во время визита в Бразилию. Другими словами, сейчас руководство Тесла подводит аудиторию к мысли о том, что к весне следующего года электромобили Марки смогут автоматически управляться настолько безопасно и эффективно, что вмешательства водителя не потребуют. Такие обещания Маск давал не раз, но от первоначальных сроков они сместились уже на несколько лет. Поэтому и новый прогноз не следует считать окончательным. Китайская компания Pudu Robotics представила четвероногого робота-доставщика. Отсек для продуктов в нем находится в горизонтальном положении, даже если сам робот идет по наклонной поверхности. Это поможет при доставке готовой еды, которая может вылиться или помяться при неаккуратной транспортировке. Компания разработала четвероногого робота Pudu D1, который изначально был спроектирован как доставщик. В целом он выполнен по стандартной для таких конструкции. У него есть четыре ноги, приводимые в движение сервоприводами, камеры глубины со всех четырех сторон, а также, судя по всему, лидар в передней части. Эти датчики позволяют роботу отслеживать препятствия на пути и прокладывать маршрут. Необычным робота делают две детали – экран для отображения эмоций робота и отсек для грузов. Отсек располагается на спине, причем возвышаясь над ней. В этом возвышении спрятан механизм, позволяющий всегда держать отсек в горизонтальном положении, чтобы продукты не сминались и не развлевались. Он автоматически открывается и закрывается, а максимальная масса груза составляет 10 килограмм. В деморолике показано, что робот может двигаться по земле и наклонным поверхностям. Но, вероятно, ему также доступны и лестницы, которые давно умеют преодолевать другие четвероногие роботы. Американская компания Qualcomm презентовала прототип эталонной гарнитуры для дополненной реальности – очки Wireless AR Smart View, построенные на базе нового процессора, микро-LED дисплея и набора специализированных датчиков. Используя эту платформу, IT-гиганты вроде Samsung, Xiaomi и Oppo смогут наладить массовое производство AR-гаджетов. Такие очки будут мощными, но достаточно легкими и удобными для повседневного использования. Smart View поставляется с микро-LED дисплеем, разрешение которого составляет 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления – 90 Гц, а поле зрения – 40 градусов. Толщина оправы составляет 15,6 мм, что практически на 10 мм меньше, чем у проводной версии. Вес очков при этом составляет всего 115 граммов. Это немного больше 106-граммовых AR-очков от Unreal, но меньше, чем у AR-VR-очков Apple, которые, по данным инсайдеров, будут весить не менее 150 граммов. Что касается вычислений, то за работу Smart View отвечает чипсет Snapdragon XR2. Конкретные спецификации Qualcomm не называет, но отмечает, что производительности XR2 достаточно для обработки компьютерного зрения, а также других задач, связанных с искусственным интеллектом. Вместо физического кабеля Smart View полагается на беспроводное подключение. Технически это означает, что скорость обработки данных должна снизиться, но XR2 вкупе с Wi-Fi 6 компенсирует потери и обеспечит задержку всего в 3 мс между очками и подключенным смартфоном или ПК. Одно уязвимое место у Smart View все же осталось – это относительно небольшая батарея на 650 мАч. С целью решить эту проблему, Qualcomm намерена предложить своим клиентам съемные аккумуляторные блоки, которые можно будет менять на ходу, а также оптимизацию ПО, которая снизит энергопотребление основных сервисов. После ряда утечек в сети, DJI официально представила компактный дрон с камерой последнего поколения. Mini 3 Pro имеет обновленный внешний вид, видео 4К 60 фпс, увеличенное время полета и встроенную функцию предотвращения препятствий. Что не изменилось, так это вес дрона, который по-прежнему составляет менее 249 граммов, что делает его приемлемым для регулирования во многих странах. Как и его компактные предки, Mini Pro 3 можно сложить для транспортировки между заданиями. В данном случае до размеров 145 на 90 на 62 мм. DJI немного изменил конструкцию этой последней модели. Рычаги и опоры были отрегулированы для улучшения аэродинамики. Датчики двойного обзора были установлены спереди, а карданный подвес был улучшен, чтобы стало доступно больше углов камеры. Новый дрон с камеры также является первым дроном в серии Mini, со встроенным обнаружением препятствий, включающим визуальные датчики вперед, назад и вниз, и позволяющим системе помощи пилоту прокладывать путь вокруг препятствий в полете. Пользователи могут снимать видео в разрешении до 4К, со скоростью 60 кадров в секунду, а пилоты могут снимать с обычным цветовым профилем для упрощения редактирования на основе приложений, или с профилем подобным десайн, для дополнительных возможностей в видеосъемке. Mini 3 Pro может похвастаться до 34 минут полета без подзарядки, хотя можно установить батарею большего размера на срок до 47 минут в воздухе, прежде чем потребуется подзарядка. Однако батарея большого размера увеличит общий вес, а это означает, что дрон необходимо будет зарегистрировать в Федеральном управлении гражданской авиации. Калифорнийская компания Marine Advanced Robotics добилась значительных успехов в создании необычного модульного судна WOM-V. Это прототип, которого впервые увидел свет еще 16 лет назад. WOM-V – это легкий катамаран с четырьмя амортизирующими на волнах стойками, между которыми находится корпус. Внешне судно напоминает гигантскую водомерку. Такая конструкция обеспечивает ему прекрасную маневренность и стабильность во время движения, в том числе при сильном волнении. Способность быстро реагировать на меняющуюся обстановку на море обеспечивает адаптивная часть с модульными быстроразъемными интерфейсами, с помощью которых операторы могут быстро менять двигатели, полезную нагрузку, датчики и приборы в зависимости от выполняемой задачи. WOM-V может управляться из кабины, а также дистанционно. Конструкция позволяет выпускать судно в самых разных размерах. При необходимости его ноги складываются. В таком положении до 4-5-метровых катамаранов можно перевозить в обычном морском контейнере. Судно может оснащаться как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем. Я благодарю вас за просмотр. Обязательно поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Еще больше полезной информации вы найдете на наших ресурсах, ссылки на которые я оставил в описании. Ну а с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч.